Здравствуйте! Сегодня мы с вами сплетем сову. Можно сделать сережки, можно сделать брелок на ваше усмотрение. Она плетется очень просто. Мы плетем одно кольцо, на котором у нас будет надето две бусинки сразу же. Затем идет дуга соединения за пеком. Еще одна дуга соединяем за пеком. Еще одна дуга. Мы заканчиваем работу. Для начала нанизываем бусинки на ниточку. Начинаем плести колечко. Бусинки на рабочей нити. Плетем кольцо по схеме. Два узла. Затем двигаем бусину. Бусина у нас получается в пеку. И делаем два узелочка. Затем пеку для соединения. Еще два узла. Пеком для соединения еще два узла. И бусинку. После бусинки два узелочка. Затем колечко. У нас получается вот такое кольцо. Две бусинки и два свободных пеком. Начинаем плести дугу. Дуга 5, пеком 9. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем пеку. Это будет как бы ушко у совы. И доплетаем 9 узелков. Подтягиваем узелки на дуге плотно. И присоединяем к пеку. Продеваем крючок. Цепляем ведущую ниточку. И продолжаем плести дугу. Я делаю не так, как со схемой из интернета. Я прибавила по узелочку. У меня будет четыре узелка. После четырех узелков мы делаем длинное пеко. Это первое крылышко. Вы можете использовать линейку для пеко. Я сделаю на глаз. И между пеко я делаю по два узелка. На этой схеме по одному. Второе пеко. И третье. И затем я делаю четыре узелка. Подтягиваем. Сейчас у нас будет хвостик. Это делаем трепиком. Одно пеко не больше. Второе по длиннее. Вы можете сделать четыре и пять. Как вам захочется. Потом делаем четыре узла. И опять делаем крылышки. Сначала маленькое пеко. Здесь идет в обратном порядке. Второе немножко побольше. Третье. Третье. И еще больше. И заканчиваем четыре узелочка. Подтягиваем все узелки. Вот у нас получилось. Туловище нашей совы. И соединяем в пеко. Плетем последнюю дугу. Девять узелков. Потом делаем пеко. Второе ушко. И заканчиваем пять узлов. Подтягиваем опять узелки в дуге. И присоединяем. Там, где колечко с дугой соединяется. Пролазим сюда крючком. И соединяем последнюю дугу. Наша сова готова. Если вы делаете сережку, то я здесь сделала еще последнее колечко. И затем присоединила шевелзу. Если вы делаете просто как брелочек, подвеску, можно просто надеть бусинку и ниточки завязать. Я использовала нитки лиспитых номер 10. Они достаточно толстые. И получается очень красиво. Схема из интернета. И вот я немножко изменила. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok